Приветствую всех на канале 1С заметки программиста и сегодня мы поговорим с вами о таком объекте как таблице значений. Мы с вами на конкретном примере разберем как вывести таблицу значений на форму. Запускаем 1С. Создадим новую внешнюю обработку. Назовем ее таблицей значений. Добавим новую форму. Добавим на форму кнопку при нажатии на которую будет происходить заполнение нашей таблицы. Назовем ее кнопкой заполнения. Поместим кнопку на командную панель. Для того чтобы кнопка сработала необходимо добавить команду для обработки нажатия этой кнопки. Назовем ее команда заполнения. И собственно определим для этой кнопки данную команду. Видим что появилась кнопка на форме. Теперь необходимо написать обработчик этой кнопки. Необходимо создать на клиенте и процедуру на сервере. Определение и заполнение таблицы значений будет происходить на сервере. Вставляем сюда наш обработчик. Создадим новый объект таблицы значений. Назовем ее теза. Добавим в нашу таблицу значений колонки. Допустим фамилия. Имя. И возраст. Теперь заполним нашу таблицу значений, назовем объект новая строка, определили новую строку, теперь займемся заполнением полей, первое поле у нас фамилия, это будет тип строка, пусть будет Иванов, следующее поле у нас имя, пусть будет Иван, поле возраст у нас будет с типом число, поэтому можно написать просто без кавычек 24, добавим еще одну строку, собственно можно скопировать уже введенные данные, заменим только фамилию, имя и возраст, допустим Петро. Все, нашу таблицу значений мы заполнили, теперь необходимо ее вывести на форму, для того чтобы вывести нашу таблицу значений на форму, добавим на реквизит формы с типом таблица значений и назовем ее таблица FIO. Далее необходимо добавить поля в эту таблицу, а ниже колонки, фамилия с типом строка, имя тоже с типом строка и возраст. Для возраста зададим тип числа. Далее разместим нашу таблицу FIO на форме, можно просто перетянуть ее на форму. Конфигуратор предлагает добавить колонки таблицы, соглашаемся, вот она наша таблица значений. Теперь займемся заполнением данной таблицы. Переходим обратно в модуль, для того чтобы вывести данную таблицу на форме, необходимо обойти все значения таблицы значений, созданные нами ранее. для этого напишем следующий цикл. Для каждой строки из нашей ранее созданной таблицы значений из TZ готовим цикл. В данном цикле будет происходить заполнение таблицы на форме значениями из нашей таблицы значений. Создадим новую строку для нашей таблицы значений, которые расположены на форме. Создадим новую строку для нашей таблицы. Создадим новую строку для нашей таблицы. Собственно на этом можно закончить. Наша таблица заполнится в этом цикле. Сохраним нашу обработку. Видимо она появилась на рабочем столе у нас. Запустим один из предприятий. Откроем нашу обработку. Видим, что таблица заполнилась данными, которые мы здесь указали. Собственно на этом все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Обязательно отвечу. Ссылка на данную обработку будет указана в описании. Все желающие могут ее скачать и ознакомиться с ней. Всем пока, удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok